ПЕСНЯ ПЕСНЯ Четырнадцатая глава книги Откровения, четвёртая и пятая стихи. Это те, которые не освернились с жёнами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. Толкование. Во-первых, это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники. Здесь не имеется в виду невинность в плотском грехе блуда и прелюбодействия, как грехе против седьмой заповеди. Также здесь не имеется в виду блудодеяние в переносном смысле слова, понимаемое как неверность Богу, идолопоклонстве и прочие всевозможные пороки. И от буквального прелюбодеяния духовного, в виде идолопоклонства и подобного ему, должны быть свободны все вообще христиане. Это не может быть особенным достоинством совершеннейшего христианина. Здесь речь идёт о действенниках, о той особой степени высшего целомудрия, которую принесло с собой христианство. Это те, которые вовсе не женились и не выходили замуж. Детство есть высшая христианская добродетель, предлагаемая совершеннейшим чадом церкви. О детстве учил сам Иисус Христос и апостол Павел. Детство почти совсем не встречалось у древних народов и было явлено миру христианстве. Девственники, начиная с Яна Крестителя, апостола Яна Богослова, апостола Павла, украшали церковь с самого её начала, пока в конце 3-4 веков не образовался особый институт монашества, являющийся сердцевиной и красой церкви. Монашество – это высшая школа благочестия и подвижничества. Водовая богословская мысль – это огонь, испепеливший идолопоклонство и просветивший христианским учением Вселенную. Почти все великие подвижники – чудотворцы, учителя, миссионеры, монахи. Со временем весь епископат, а на Западе всё священство, становится монашествующим. И в кончину века велик будет подвиг детства. Мы видим здесь сонмы святых последнего времени, не осквернившихся с жёнами, ибо они – детственники. При страшных гонениях антихриста и в условиях антихристианского мира сама жизнь будет вынуждать желающих сохранить верность Христу, отказываться от брачной жизни. О высоте и значении детства очень много писали святые отцы в своих трудах по аскетике и нравственности, которые не осквернились с жёнами. Неужели брак оскверняет? Освящаемый церковью брак через таинство, венчание, молитвы и все благодатные средства церкви честен и непорочен. Кевреям 13.4. Но всё-таки не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофея 2.14. От жены начало греха, и через неё все мы умираем. Сираха 25.27. Кто может вместить, да вместить. Матфея 19.12. Во-вторых, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл. Агнц Божий Иисус из Назарета, ещё ходя по земле, сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мною. Кто любит отца и мать более нежели Меня, не достоин Меня. И кто любит сына или дочь более нежели Меня, не достоин Меня. И кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Матфея 10. Эти же 144 тысячи оставили всё, отказались от брака, имущества, земных почестей и славы, мирских занятий всего, приупляющего к земле, и, возвысив ум свой горнему, последовались за Христом. «Это о них, — говорит апостол, — вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3.3. «Моя жизнь во Христе» — так дерзнул называть свою книгу «Великий подвижник земли русской» Претерей Иоанн Кронштадтский. Куда бы он ни пошёл, а куда идёт Агнец? Куда следовать за ним? Он идёт в воду Иордана. Следуешь ли за ним во святом крещении? Он идёт в пустыне искушений, побеждая плукавого. Следуешь ли за ним? Он идёт в дома грешников и презренных. Следуешь ли ты, следуешь ли за ним? Он уединяется в пустынные места для долгой молитвы. Следуешь ли за ним? Он переносит зной дня и холод ночи, не имея где головы преклонить, умоляясь тем не только предангелами, но и пред лисицами и птицами. Следуешь ли за ним? Он предстаёт перед учителями и правителями мира сего и свидетельствует им об истине и обличает их. Следуешь ли за ним? Он переносит невыразимые муки и страдания. Следуешь ли за ним? Он идёт на крест. Следуешь ли за ним? Эти 144 тысячи не указывают Христу место, где они хотят быть с ним, но следует за ним, куда бы он ни пошёл. Не указывай и ты, душа, но иди, тебя зовёт Христос. В-третьих, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Много искупленных из людей, имеющих наследовать спасение. Но эти искуплены, как первенцы Богу. Они лучшие и совершеннейшие Его чада. Они будут первенцы того совершенства, которое достижимо при исключительных обстоятельствах последнего времени. В-четвёртых, в устах их нет лукавства. Дьявол лжец и отец лжи. Иоанна 8, 44. Лживые уста, уста дьявола. Потому победа над ним не может быть достигнута иначе, как победой над ложью и лукавством. Как далеки от истины те верующие, которые допускают в своей жизни ложь. Их устами вещает дьявол, ибо ложь порождается только им. Говорят о лживо спасение, о святой лжи. Но таковой нет. Есть только ложь в погибель и лукавство. Мотивация лжи, ради чего лгать, будет усматриваться только при установлении степени наказания. Гибель же постигнет всех, в чьих устах будет обнаружено лукавство и ложь. Ибо всех лжецов участь в озере горящим огнём и серым. В устах этих 144 тысяч нет лукавства, и они блаженствуются Христом. В-пятых, они непорочны перед престолом Божиим. Это уже высшее. Человек часто бывает непорочен в собственных глазах, в глазах своих почитателей. Но уже крайне редко бывает непорочен перед своими недругами или судьями. Эти же непорочны перед белым престолом Божественной славы. Неужели это возможно? Нет. Своими силами и делами этого достичь не может никто. Человекам это невозможно. Матфея 19, 26. Но тут же и сказано, Богу же всё возможно. Кровью Агнса омываются следующие за ним, куда бы он ни пошёл. И свои богоугодные жизни через благодать Божию стяжают эту дивную непорочность перед престолом Божиим. Это святые, почитаемые в церкви. Турно такое, где резнет. Здоровый вопрос, может у кого кто съесть? А те, которые женатые и замужем. В какой категории когда они относятся? Просто вопрос задать. Иду я или куда бы я ни пошёл? Я иду за Христом или нет? И каждый себе это скажет. Когда ты шёл? Куда шёл? Куда он привёл? Идут ли люди сейчас в церкви за Христом? Сколько разных вождей? Идут за ними. А за Христом кто идёт? Идти за ним? Вот тут перечисляется, куда он идёт. Он первым делом пришёл в церковь. Мы сейчас считали только высказанное патриарх Алексея Второго. Он говорит прямо по Писанию. Если человек крестится за деньги, крещения нету, симония. И кто взял деньги, и кто дал оба симонии? Смертный грех. А сегодня где они берут за это? За Христом? Я в церковь пришёл. А человек-то ничего не знает. Его первым делом в касте направляют. Я слышал, священник говорит, патриарх предложил проводить катехизацию. И хотя бы минут по 22, и без следа. Священники сразу восстали. Зачем две одной хватит? А одну они сразу растерзали достаточно 5 минут. Я на крещении был. Священник появляется перед самым уже началом. Ну, полминуты. А которая принимает женщина, там уборщица какая, она рассказывает, как креститься. Никто не знает, как креститься. Гвал стоит 25 человек, я посчитал 25 человек. Он заходит. Так, все заплатили, к петхе у всех. Это первый вопрос. Квиток. Это симония. Нужно сразу дверь закрывать. Смертный грех. Симония это. А сегодня к этому так привыкли. Ну, ну, как смертный? Это же везде так. Патриарх говорит, сразу сказать об этом, говорит. Даже назначает... Нет. Отдельное. Деньги, закрещение, заменщание. Это точка. Это настоящая симония. Открой каноны. Симония. Что такое? Это проклятие Божие. Симон предложил деньги, его приняли разве? Нет. Апостол. А здесь наоборот. Сим, который симонию-то предлагает, он оказался выше тех, которые ниже его. Даже если находятся в полное погружение, но только заплатить деньги. Он говорит, я тебе потом десятину отдам больше. Не под каким вином отдай. Следует за Христом и считаю. Ну, по порядку. Договори до конца. А патриарх дальше говорит. Каких бандитов напринимали церковь? Бандитов. Это не хорошее слово или хорошее? Я показываю, какой. Церковная хроника, номер второй. За 1992 год. Страница такая-то. Патриарх Христин II говорит это на перхальном собрании. Полтора года назад я говорил об этом. Крестить полное погружение. 95% священников меня не слышат. Ну, где? На какой работе? 95% не слышат. Или военное дело. Любое возьми. 100 человек, а 95% не слышат. А которые слышат, так они делают по-своему. Мы не просто потеряли все. Мы сделали врагами всего самого светлого. Оно словно не вмещается в людей. Следует за ним. Ну, в церкви Христос есть. Ну, Христос никого не лупил, не бил. Но, однако, написано, сплел бич и начал опрокидывать, не кидывать. Торговля. Дом мой. Да это я храм построил. Не твой дом это. Мой дом, Господь говорит. Ну, вы слышали это? И он наречется дома молитвы. А сегодня, где дом, там показывают, храм Христа Спасителя, там помещение сдают, там всякие справляют дома, эти дни рождения. Показывают все это. Притом съемка идет круглосуточно. Ради денег. Центральный храм. Идем мы за Господом или нет? Дальше. Это все мы увидели. А дальше, что я должен делать в этой обстановке? А я промолчал. Промолчал, разделил грех. А что делать? Вот когда эти пусть сирай-то зашли, там танцевали-то. Мы там были в храме Христа Спасителя. Мы с трех сторон падали на колени, простирали руки и молились громко и снимали. А на одну сторону закрыто решетками. Мы позвонили, там вышел человек, полувоенная форма такая. Мы говорим, надо туда. Зачем? Помолимся с этой стороны. Ну ни слова не говоря. Пошел, взял ключ, открыл. Мы помолились. И мы молились о том, что что сделали? Ну эти-то, танцовщицы-то, они же что попало делали. Казаков призвали, наверное. Они захватили пороть, подали в суд. Им дали там срок. Они герои на весь мир. А мы молились о чем? Что нужно? Денег собрать, я сказал. Немножко. И купить амбарный замок вот такой величины. И повесить на все двери храма Христа Спасителя. И объявить храм оскверненный. Три месяца будем молиться с патриархом. День и ночь. Тут же. Обстановка была бы другая. Со всей страны бы. Из-за всего мира люди поехали бы. Церковь в опасности. Ну неужели на это много ума не надо? Это же везде-то об этом написано. Храм оскверненный, его закрыли. Считаем книги Маковейская. А обновление храма, это праздник особый. Я никто. Но я вижу, что неправильно делается. Но мы не умолчали. Говорили, писали об этом. Да кому мы нужны? Голос, я не знаю, голосом народа себя не назовешь. Но мы не молчали. А почему патриарх так не сделал? Ну ты хочешь спроси, почему? Нынешний хотели устроить мою встречу с патриархом. Из патриархии, с печатью, пришел ответ. Патриарх со мной не может встретиться ввиду обстановки. Только и все. А так бы вроде встретился. Это я не знаю. У меня бумага официальная пришла оттуда. Главное, ты не молчал. Если ты не молчал, говорил, ответ один будет. Господь тебя защитил с другой стороны. Я ничего не могу больше сделать. Я простирал руки день и ночь. А они не слышали. Это пророки говорили так. А они не слышат. Пророк только пришел говорить. Он говорит, замолчи, пока тебя не казнили. Второе параллель поинону 25-16. Он говорит, я понял, говорить не буду, но ты согрешил, и ты не внемнешь. И я понял, Бог решил убить тебя. Развернулся и пошел. Я понял, что Бог тебя убьет все равно за это. Это сегодня ты еще куралечишь. Завтра этого не будет. Бог будет судить по слову своему 12-48 Евангелия Тиана. И поэтому все мои знания, что я юрист или кто-то, они там роли не играют никакой. Все будут предстоять голые. Никаких дипломов там не будет. Вы знаете это? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Четко, определенно. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христов. Всем. Чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Не ты, а ты, живя в теле. Мы живем в этом теле. Это не мы. Это одежда наша. Одежда души. Нам больше ничего не надо. Руководство оставлено. Просчитали. Ну, маленько. Давайте, начинайте рассуждать. Вот, смотри. Внимательно гляди. Поближе, погромче. Ну, вся жизнь Христа шла на Голгофу. То есть приближалась к Голгофе, так? Значит ли это, что жизнь каждого христианина, который следует за Христом, следует на Голгофу, а не к славе? Слышали? Ну, скажи еще раз. Я не знаю, как я с вами разобрал. Поближе. Ну, как я с вами разобрал. Поближе. 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 Если они следуют за Христом, то его жизнь приближается к Голгофе. Именно так. Не к славе, а к Голгофе. Именно так. Другого пути нет. После. Абсолютно точно. Славу нельзя отделять подобное. Величайшая слава. А преступник справа. Алексей, 14 глава Откровения мы считаем. Мы говорим, что они следовали за Христом, куда он шел. И вот они вопрос как раз задали. Россия пошла на Голгофу за царем. Царя они приняли, расстреляли. И вся Россия пошла на Голгофу. Вы маленько вникните в это. У меня стоят на этом ролике. Я объясняю, как это дело обстоит. Люди приветствовали раскулачивание. А кто кого раскулачивает? Не ладырей, у которых окно было выставлено. И они где-то там достали, целое брюно и толкали в печь русскую, чтобы не пилить. То есть это самые лентяи, лежебоки грабили. Потеряли. Она небольшая. Там 369 человек было. Но 7-7 метров сразу замахнули. Черчин сидит рядом со Сталином и говорит, а вот эта коллективизация-то у вас во что обошлась? Он, говорит, растопырил все пальцы и кинул и ледоед. 12 миллионов уничтожили. И у нас здесь Потеряева была, она была сослана. Скинули людей, ничего с собой нету. Замерзший берег. Спать негде. Штабелями люди друг на друга. Хоронить, говорит, некому было. Анасайом. 103 года жила Евдокия Титовна. Потеряю фамилию. Откуда пошло это? Ни один Гитлер, ни один Чингисхан, ни один Мамай, ни один Тамерлан этого не делал уничтожать труженика сельского хозяйства. Одни прикасаемые. Он кормит армией любую. Заберут. А это своих уничтожали. И не надо удивляться, что в плен пошло 4,5 миллиона в первом месяце войны. Это комсомолия, самые передовые люди, которые уничтожали других. Наконец меч божен опустился. И проклят, то меч удерживает от крови. Ты дальше разобьешь когда-то по частям и увидишь. Аллилуйя. Больше ты ничего сказать не сможешь. Голгофа. И вся Россия пошла на Голгофу. И никаких прав нету. Я насчитывал, первый в стране распространил архипеллах Гулаг Сложеницына. И он говорит, если бы каждый хватал клюку, сковородку, что если когда ночью эти воронки ездили, да выскакивали из квартиры, задохнулась бы собака, но этого никто не сделает. На Емарке его там пишет, один протестантский пресвитер, как его сказать. И он говорит, когда Гитлер начал арестовать коммунистов, я промолчал, я не коммунист. Начали арестовывать профсоюзных делателей. Я промолчал, деятель, я не профсоюзный. Начали хватать подряд уже католиков. Я не католик, но как пришли меня забирать, уже никого не было. Это вошло в историю. И здесь, на Голгофу. И вся Россия пошла на Голгофу. И при том сегодня, оно ненамного отличается от вчера. Ну, еще рассматривает, как сюда. Никак. Кто-то что-то, любую анонимку кинул, забрали с концом человека. Вот у нас Миша Буряков был. И он говорит, отец его, он Михаил Афанасьевич, сидел с моей мамой, говорит, еле. Идут два ряда милиционера. Один остановился. Мужик, выйди-ка что-то сказать. Он вышел, вышел, по сегодняшний день нигде нет. Ни в чем не виновен, ни политик. Вообще, такой молчаливый был, говорит. Исчез навсегда. И никто не спрашивал. Какого-то взяли Ардебекова, Кустунбаева. Это один и тот же, фамилия, имя. А записали, как два. Дорогу пересчитывают, одного заключенного нет. А там все описывают. Ну, один вышел там казах, корову пастит. Да вот он идет рядом, любого. Он соскочил, его за ноги туда кинули. Все, у нас полное счисло. А везут куда? Умирать. Это мы, наш народ. Нам других ищить очень трудно. Они нам показывают. Голодомор кто устроил? И все проще тыщет. Мы должны признать, это у Голгофа мы попытались строить. У нас кого не возьмем. Вот здесь мой дед жил, бежали все. Родители бежали, все бросили, заново строим. Это за Христом? А где же вы раньше были? Вот отец рассказывает, как Библии ни одной не было. Наверное, ну, я узнал потом. Одна была Екатерина Никоноровна, учительница в Корчиной. И у ней мать была баптистка и была Библия. Ну, это я услышал. Никогда никто не слышал. Слово Библия – это большая, толстая книга. Как баран, говорит, в Библии разбирается. Мы сегодня говорили, 900 лет России христианство, Евангелие непереведенное. Народ вообще ничего не знает. Пришли в Корчино 15 километров, ну, напрямую 12, ходили. Выходят отсюда, сапоги, говорит, на плечо. Дошли до туда, там опять ноги вымыли, обулись, отстояли. И сюда знали, когда сдвижение. А что такое воздвижение? Отец наш знал. Это, говорит, вся тварь, лягушки, змеи. Все сдвигаются на зиму. А покров? Ну, зима, покров, землю покрыл снег. Так молитвы какие, я считаю, одна невеста молится. Для невеста была молитва. Святая Богородица, покрой меня женишком. Вообще-то, деловая молитва. Бога-то не знали совершенно. Евангелия не было. Я родился в христианской семье, и я считал, что Христос ниже Богородицы. А она мать. Ее надо посчитать. А мать-то откуда знала? Она знала от родителей. А вот теперь следуй за Христом. Почему не последовали у князя Владимира послы? А потому что не понравилось. Я говорю, вот если бы послы князя Владимира зашли, там, где апостол Павел говорит проповедь, где Евтихий упал из окна, понравилось бы им. А что, там ничего нету? Сидят люди, воздух такой спертый, ни одного нету, вентилятора, никаких, ничего нету. Он только рассказывает, был там-то, столько людей обратилось, корабль как у нас застрял, а потом на острый начальник обратился, люди лечились, там целая община. Сегодня-то, если авария была, ничего не расскажет никто. Что главная заслуга, что Бог обратил новые души. Но мы радуемся всему. Но на небе радость говорит об одной душе, которую обрящет Господь. Радость, не наша радость на небе-то. Если ни одна душа не приходит, где радость? А мы сидим в куще. Ну ладно, мы еще Евангелие имеем. Да Евангелие с толкованием. Мы должны в разговоре во всем дойти до конца. Вот сегодня я как раз говорил, когда князь Владимир-то стал спрашивать, кто что, а они прошли все, побыли у мусульман, не понравилось. А у них-то ничего нет мусульман. Они воткнулись и молятся. Пять раз в день совершают молитву, намаз. Да совершают так, как нам поучиться надо. Ни один не обернется. Их сейчас хлопни, у нас вот небольшая деревня-то. И сказать, в день пять раз собираться мужикам на молитву, не собрать. Одному на поле надо, другому с быками, третье. В Дубаи храм. Ну и храма-то у них, мещеть. На 20 тысяч. Это стадион целый. Русский там недавно, сколько побыл там, смотрел все и говорит, а что у вас, почему пусто? Так они время, еще через полчаса намаз будет. Он залезет, у нас колоколку. Колокол. Ну бьет, что ли? Что бьет-то? Пожар там или что-то. А у них он залезет туда, и мудзим, и кричит, о, правоверные, не надо спать, приходите, Аллаха славить. Он ждет вас, он вас благодарит, он словами передает. Почему? В Греции колокола запрещены, а только в доску било бить можно было. И дальше я, говорит, прихожу через полчаса, полный под завязку. Кто-то где-то работал, время, я раньше слышал, одна была в Ташкенте, потеряю, вот я натолкнулась, тороплюсь скорее на аэродром. Бац, автобус встал. Я думаю, сейчас не едет. Я заглянула, выговорит, шоферу, а там место пустое. Я говорю, а где шофер? А ты глянь, говорит, я глянула, а он за дверь растерил до Стархан, ну, маленький такой вот, палаточку-то, и молится. Почему? Время намаза. Да у нас хоть убей, никто этого не будет делать. Мы дорогой это делали. Рядом с нами мусульмане молились. Даже в советское время было. Это строго знать, а мы в Баку были. Мусульмане прямо разыкался. Раскинули, молится, мы только свое дело раскинули, а в лес они отходят, как будто не видят. Нам многому надо учиться. А как строить храмы? 200 храмов в Москве, а у них такой нет задачи. Вот 10 человек вплотную будут давить, но не входят. Мула подошел, ну-ка ладом да давите, но не входят, там же еще надо остановиться на колени. Все, сегодня объявляем, строим новую мечеть. 10 человек, а если 9? Пока 10 появится лишний. А у нас строят, и пустые храмы-то стоят, электричество платить не могут, а платить. Все время транжири, дайте деньги, дайте деньги. Колокола какие заказывают. Ну, мы должны реально посмотреть на эту жизнь. Мы же люди. Ну, многое мы можем взять у других-то. Вот у католиков обычный был. Я могу не точно маленько сказать. Кажется, на одну неделю обязаны каждый священник, где-то работает, приехать туда-то, и его там изолируют, и он целую неделю один. Питание, все у него есть. Чтобы он в них в себя подумал. Я вот, когда впервые это был, я думал, как только я вернусь, каждый год буду прятаться под углубья, тем не ездим. Два ведра поставлю воды и переработанную воду. Ни разу не смог. Время нет. То есть там я прямо, ну, совсем хороший. А как вернулся, и Т надо делать, и С надо поехать, и там сказать, и туда получить. Нас с детства не приучили быть верными, в первую очередь, к Богу. Вот которые в Афганистане были, попали в плен, русские шурави. Им прямо вопрос сразу ставят, принимаешь ислам или нет? Я нет, сразу же ему голову шабаркнули, кирдык. Я принимаю. И ему там льготу дают, там вот он где-то посидел, хорошая мусульманочка, понравилась трое детей. А теперь в отпуск пришел. Через границу отпускает, официальную, с Афганистаном хорошее отношение. И он сидят, пока за столом сидят, и он вдруг начинает выходить и пошел. Шурта, ты куда пошел? Да мне по своим делам надо. А кто-то говорит, ты посмотри, куда я лету. У них холм небольшой, там сроски, холмами идет. Он за холм подошел, опустил, рулонщиком, как у батюшки под ногами, и сразу воткнулся и молится. Он никогда не молился. Он приехал в отпуск, тут его никто не знает. Тебе угощают. Ну выпей, ты же пил с нами. Ты помнишь, как провожали тебя? Вся деревня пьяная была. Нам нельзя это пить. Аллах запрещает. Пьяницы будут гореть в огне. Он может не все знает, но там все у них прописано. Мы, конечно, сцепляемся за что-то. Я говорю, вы знаете только одно. Четвертая сура, третий аят, позволяющий иметь четыре жены. Но дальше-то говорится, что он четырех должен обеспечивать, когда они не работают. Должен детей их обеспечивать. Позаботиться о пенсии четырьмя. И поэтому, сколько я знаю, мусульман, все у одной жены. Она говорит, я с одной-то не поправлюсь. А один бежал, алименты не стал платить. Его где-то чуть ли не в Англии захватили, притащили обратно сюда, где он жил, от пароля по первому рангу. Теперь попробуй бежать. Второй раз тебя уже мертвым принесут. Все, кормишь детей. У нас половина страны на это. За первые четыре года в Российской Федерации разводов после свадьбы в 84,6%. Дети-то при чужом мужу, мужу они сидят. И мы считаем, писали, куда? На Голгофу зайди. Вопрос хороший. Следовать за Христом? Да. За Голгофой Царство Небесное. А перед Голгофой Евсиманский сад, молитвы. Это все написано. Давайте путь Христа проследим, как он был, как он пришел, почему пришел. И везде, с двух сторон, любовь. Божья любовь. Он знал. Вот, когда людям я говорю одну фразу, она не евангельская, но, по сути, Бог никогда никому ничего не прощал и простить не может. За так. Запомните это. Бог всемогущий никогда никому ни одного греха не прощал и не простит. Почему? Это не его свойство. 6.23 кримина написано «Возьмись здесь за грех не милость Божия, а написано смерть, терреть смерть». Ну, по нашим меркам-то, ну, что там, ну, один плод взяла, ну, у вас он ямлони растет, ну, я старую один плод, что ты меня убьешь за это? Да добрый-то хозяин, он скажет, набери сколько больше надо, дотащи ребятишкам. А тут не так, все заумирали. Сразу все птицы мертвые, рыба мертвая, киты, животные, львы, все стали мертвыми. Омертвели. И уже умерло за грехом Адама больше ста миллиардов. Ста миллиардов! Даже в настоящее время восемь миллиардов сегодня и полных. Почему? Это Божие свойства. Да Бог всемогущий, не в нашем понятии. Бог не может солгать. Бог не может отвернуть свои слова. Он не может это сделать. Это не его свойства. Свойства Божьей справедливости. А вот для этого-то пришел Сын Божий Христос и взял все грехи мира от Адама до нас, от Ева до нас. Все данного греха за всех правителей мира, за всех наркоманов, за всех убийц. И умер, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теан 1, 29. Он взял грех мира. Мы с этим согласны? Значит, и грех действует в том направлении и так. И мы должны принять Божьи условия. Ну, я сегодня помолюсь, завтра, послезавтра, как придется. Нет. Богу не нужно 99. Ему, говорит, всем умом, всей крепостью, всей душой, всем разумением. Возлюби меня. А мы начинаем. Кто-то кого-то обидел, сказал или украл. Махни ты рукой. Бог даст больше тебе этого. Нет. Я знаю, у меня там ребенок погиб. Я ему отомщу. Бог не учит так. Прости. Так и ребенок-то погиб. В Библии написано так. У царя в царском семействе был только один человек, угодный Богу. И Бог его взял там 4 года. Дабы не развратился. По-нашему он умер, а Бог его в раю уже держит. Нам научиться нужно мыслить категориями священного писания. Вот он, Иосиф прочитал, и никто вопрос не задает. Следовать за ним. Куда? А теперь дальше давайте говорить. Следовать в пустыню. А в пустыне-то ничего нет, кроме дьявола. Ни хлеба. В пустыне и воды никакой нет. А дьявол вокруг крутится. Как пишет Достоевский. Все вопросы мира дьявол сконцентрировал в 3 вопроса, которыми попытался сломить его. Падше, поклонись мне. И весь мир к ногам твоим ляжет. Ибо все мне верено. Он опять солгал. А Господь отвечает ему. Господу Богу, ты ему поклоняйся, ему одному служить. А когда сказал, камни сделай хлебами. Господь как ответил. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божия. Я еду в трамвае, и большая такая нарисована тарелка и мясо, и написано, не хлебом единым жив человек. То есть колбаса нужна. А там дальше точки, говорится, что оно всяким словом, исходящим из уст. Говорят, вот славянский язык, это сакральный, а дьявол, это славянская библия, то он разговаривает по церковному славянскому. У нас не считали, у него там не может по-русски быть, а такой же период. Так что нам нужен язык, который мы будем понимать, который насторожит, предохранит от падения, выведет к победе. Вот и все. Понимаешь, твоя душа сразу будет оживать. Я вот сегодня говорил вам, выставил материал, который с моих ресурсов в интернете сегодня крутанули, а я его полностью прошел, возвеличил, букву Е в Ё превратил. Все утро, с трех часов ночи. И, наконец, закончил все и стал рассылать всем. Воспитание воспитателей. Как воспитание воспитателей? Это и отец, и дед. Как воспитывать ребенка? Я вам скину. Все вместе посчитайте. А там не много. Там 70 стран и всего. Какие категории детей, как себя вести надо, какие меры принимать. Притом везде все заканчивается исправлением. Но есть моменты, когда написано неисправим. Я вот в лагере перестал брать некоторых детей. А каких не стали брать? Которые играли в компьютерные игры. Они не поддаются переработке. Они не понимают. Вы даже близко с ними не были. Он нам такого прислали. Андрей звать. Он Руслан на самом деле. Ему уже лет 12. А у нас большая такая поставлена буквой П. И на столик залазишь и качаться. Тарзанка. И он оттуда подошел и говорит, просят, дай мне эту палку. Вот она между ног выставляется. На нее садишься и размахнулся туда. Ну, она сразу слезла. И палку-то отпустила. Она же наклонна. Балка дальше. Она летит. И он на нее смотрит. А палка в руку толщиной вот такой длины. Она вот как полку ударила. Он упал. Кровь потекла. Он не может понять, как палка вылетала из монитора. Он там стреляет. Везде победитель. И палка вдруг вылетела. Он долго удивлялся. Проходит какое-то время, он опять просит. И второй раз получил. А потом говорит, баба, я научился первое есть. Он не знает даже, как первое ложку в рот брать. Это порченное поколение. Те, которые составляют игры, они очень умно сделали. Звездные детки на работе играют. А мы считаем не в игры. Божественное. Вопрос. Следует за Христом. Но куда? Не в изобретение человеческое. Мы каждый день молимся о мучениках и заканчиваем перечисляем их и говорим, Господи, укрепи народ свой. Дабы никто не принял начертания зверя антихриста на щелой или правую руку. У нас два раза на нашем утреннем богослужении один человек только был. Брат-победитель. Никита. Два раза видел. Он видел. И мы в конце молимся. Господи, обречи правителей мира и священства, обманывающих людей, что можно с человеческими изобретениями, медициной, избавиться от казней, которые грядут на землю. Господь говорит, будут глады моры, землетесения по местам, войны. Восстанет брат на брата, народ на народ, царство на царство. И дальше добавляет, всему надлежит быть. И поэтому избыть никак нельзя. И это все для пользы. Полюби Божие. А сегодня говорят, вроде что-то я сделаю, я не заболею. Ну, болезни-то нет, я предупредительные меры какие-то. И мы каждый день об этом молимся. И кое-кому Бог открывает. Тут нельзя называть своими именами ничего. Но смысл понятен. Итак, раньше говорить, то считало, вот это нельзя было. В 30-е годы я считал 35-36. Наличие Библии, если дома нашли Библию, стоило жизни. У русских. Вот мы как дальше иначе ценили. Сейчас у нас, смотри, раз, два, три, там сидит четыре, еще пятый. Блаженов и Филах пять экземпляров. Да вообразить нельзя. А дома сейчас-то ли считают? Это вопрос у меня тут. И вот этот один вопрос задали. Смотри, как мы далеко пошли. И Писание надо приблизить к жизни нашей, к сегодняшней. Читай дальше. Шестой, седьмой стихи. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечно Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Толкование. И Иоанн увидел далее другого ангела. Здесь мы имеем указание не на какого-то определенного другого ангела, и, пожалуй, даже не на какое-то определенное событие, которое должно произойти. Словом, другого, Иоанн более хочет указать на то, что видел еще другое явление, другого ангела, летящего посредине неба. Как ранее он видел ангела, летящего посреди неба и возвещавшего трехкратное горе, горе-горе, живущего на земле, так здесь он видел ангела, летящего посреди неба и возвещавшему всем жившим на земле вечный Евангелие. Есть ли связь, а если есть, то какая между видением этого ангела и конкретными событиями, истории и домостроительства спасения? Это определить, по крайней мере, трудно, и мы этого делать не будем. Ясно только, что это видение о кончине мира. Слова посреди неба указывают на небесную высоту ангела. Это не земные благовестники, ангелы церквей и не сам Христос, но в буквальном смысле небесный ангел, которого видел Я. Как летящий посреди неба он призван возвести людей на небо и возвестить земле волю небес. И этот ангел имел вечный Евангелие. В разные времена людям благовестуются различные. Одно Бог открывал своим угодникам до потока, другое открывал своему народу через закон и пророков в Ветхом Завете. Иное открыл в Новом Завете. Что же означает вечный Евангелие, который имел летящий ангел? Этим указывается, что возвещаемый ангелом было предопределено от века, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. В первом послании Петра пройдет всякое другое слово и весть человеческая, но вечное Евангелие, предопределенное от века и навек, чтобы благовестовать. Читая далее возвещаемый ангелом, не обнаруживаешь, что это радостная весть. И все-таки сказано благовестовать, ибо всякая весть от Бога благо по своей природе, как возвещающая волю благого Бога. Благо и весть о суде, ибо пресекается нечестие, а праведники получают воздаяние. Эта весть будет возвещена живущим на земле и сякну времени, и колену, и языку, и народу. В кончине века проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной. Евангелие Тнофея 24,14. А вот когда окончится благовестование покаяния и прощения грехов всем народам, тогда будет им всем возвещено вечное Евангелие благовестование наступления часа суда. Далее приводятся слова ангельского благовестования. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте ему славу. Здесь уже не о просвещении язычников и неверных. Уже не говорится познайте Бога и веруйте ему, ибо благовестование во свидетельство всем народам уже завершено. Теперь наступил час суда его, а потому убоявшиеся антихриста и славившие его как Бога, убойтесь истинного Бога в страхе великом перед грядущей вечности мучения. Не желавшие добровольно от сердца славить небесного Бога, воздайте ему славу, как тварь, застегнутая врасплох на месте преступления грозным судьей, либо в лето Господне благоприятное, либо в час суда, но все должны будут воздать ему славу. Вы поклонились твари антихристу и его иконе, так и поклонитесь же теперь судный час сотворившему небу и землю и море и источники вод. И для верных христиан времени антихриста будет звучать это вечное Евангелие небесного ангела, но уже в ином, радостном и утешительном смысле. Убойтесь Бога и не страшитесь антихриста, не могущего с телом погубить и души, ибо он получит власть на краткое время и вскоре судь. Вопросы если есть, сразу задавайте. Есть вопрос. Все понятно, вечное Евангелие, выше-про и выше ничего не может быть, но вдруг святые, говоря, от одной вещи, которая превосходит Евангелие. И эта вещь та сила произошла у Юда Искариота. Он не выдержал, пошел и удалился. А рядом был Христос, благовест он уговорил и не смог. И святые говорят, есть нечто, такая черта в человеческом внутри теле, совесть называется. И она почему-то выше Евангелия. Игнатий Яковлевич, прокомментируйте, пожалуйста, совесть выше Евангелия или равный Мухар. Что? Мы сейчас прочитали, что Евангелия выше нету ничто. А святые, сейчас задали вопрос, что святые отцы говорили, что есть совесть, и она выше Евангелия. не выше, а первичнее. Потому что до Моисея не было написано. Моисей первый записал в начале, сотворил Бог небо и землю. А ведь это прошло две тысячи тысячи лет. А как же до этого Иоанн Златалусь говорит совесть. 11 глава Кривина говорит, совесть то оправдывает человека, то судит. Есть люди, которые на острове родились, помогают другим, заботятся. А Евангелия не было. Бог будет идти по совести, а не так, что не так, что ты. И поэтому говорит, первичнее, то есть совести было, а Евангелия еще не было. Не выше, а первичнее. Это прямо слово такое. Так что так оно и есть. Когда доказывают, что человек от какой-то обезьяны хорошо пользуется таким методом, скажите, а вы признаете в человеке совесть? Ну да. А разум? Ну да. А в природе нигде нет. Откуда оно пришло, если природа сотворила? В природе нигде нет ни совести, ни разума. Простой ответ. И с травмы все становится на место. Ну вот эти простые вопросы Евангелие говорит. Евангелие вечное. Как? А она воплощается в жизнь. Евангелие это благая весть и добрая весть. Христос меня спас. Вот это мы один раз сказали, два раза, три, и дальше уже а тут вечный. Мы не знаем до конца, что это такое ангелы воспевают Богу песни. А какая? Одна. Свят, свят, свят Господь Саваох наполнишься землю славой Своею. И опять свят, свят Господь. Одно и то одно и то же. Может быть уже миллионы лет. Что, Богу это нужно славословие, что ли? Нам не надо рассуждать. Они так поют, но мы можем краешком понять, это что-то, чего у нас нет. там написано дерево, которое растет по ту и другую сторону реки. Таких деревьев нету, чтобы одно на две стороны росло. И там будут листья для исцеления. надо. Какие исцеления, когда болезни-то нету? А толкование простое. Листик это тонкое. Это значит тончайшее разумение события. Почему в моей жизни именно так? Почему я родился в такой семье? Почему такая оказалась история у меня? И вот это тончайшее разумение на листике, оно там будет открыто. Вы, может, видели, такой ролик стоял. Ну, там где-то на Афоне приехали. И он проснулся и слышит поют, думал, опоздал. Он подскочил. Поют. Он к дверям от двери закрыт в храме. Он тогда поднялся на подоконник-то. И там поют. Он понял. Не люди поют. Он побежал скорее за магнитофоном и записал пение ангелов. Видели кто? Кто-нибудь видели? Вон, Мария говорит, видели. Какое пение? Оно не наше пение. Оно такое пение, как будто волнами идет по морю. Я вообще не слышу, не понимаю, но тут я вижу, что освящение говорит. Кто поет, мы не знаем, но нечистая сила, они не умеют петь. И я думаю, батька, ты ошибся. Ты почитаешь житие святого Авраамия. Когда он запел, содрогнуло все. Ну, даже Лермонтов пишет, когда ангел пришел там к Тамаре, как душа ее выходит, и он вспомнил все, что было на небе. И слеза тяжелая, из глаз его слеза тяжелая катится. И ныне, возле кель и той, насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Ну, поэт вот так это увидел. Он говорит, не поют, поют. И поют не как-то, а псалмы поют. Он начал пел блаженный, ну, перечитать блаженство. А святой поел и говорит, а тебе какое блаженство, когда ты потерял его, и он тут же сгинул. Надо знать, как разговаривать. Он может показать Христа образ Богородицы, а крест показать не может. А почему? Мы Христа не видели, мы не знаем, как он выглядит. Поэтому он любой образ может показать. А крест мы видели, и крест это символ любви, а любви у него нет. А то толкование такое блаженство филок дает. Богородицу покажет. Исааки Пещерский поклонился, когда веет, а там куриные ноги. Ну, его вначале они как в бадминтон играть. Утром Исааки благослови, а его нет. И они целый год учили его, как ложку держать. Он абсолютно все забыл. Настатий сказал, не надо. В столовой придут, в синелок. Он целый месяц не пьет, не ест. У меня даже рассмешило это житие. Я насчитываю, а в это время у меня одно окно было, оно второе строительное, раму. И в раму вот так вот начал стучать кто-то. Я остановился. Кто же это может среди ночи стучать? От часов двенадцать. А пурга идет, все идет. А я Исааки, он говорит, когда пришел в себя, то в отдельную кель уже не хотел один идти. А мне сделалось почему-то так весело. Я сейчас понял, что Господь не учил, что у Павро, не Павро, были Павро, Павро, или Павро, или нет, вместе. Но решили посмотреть, все-таки, кое-какт открыли. Седание, где под окном нету. А я был не один, люди услышали, как раму прям, а как раз пармесовскую силу это было. Вот если ты внимательно будешь считать, увидишь, вечное Евангелие, а вещи все сожжет. Нет, Евангелие, что люди спасены, слава Иисусу Христу, они будут петь всегда. Так это одно и то же. Нет, не одно и то же. Мы слышали, как поет в Воростовске, ну, как Федор Иванович Шаляпин. Ну, я буду меркать, что ты, он разница есть. Мы только испортим песню с твоим пением. А это ангелы. Сколько там нюансов. И ни год, ни два, а вечность. А что там? В одном месте написано. Не видел глаз. Ухо не слышал. На сердце, то есть ни один писатель, фантазм не может написать, что приготовил Бог любящим его. Это здесь мы еще там разное подсчитываем. У Бога все по-другому счет. У Бога другая таблица, в чем у нас. И рассмотрение будет только по Слову Божию. По Слову Божию. А сегодня по Слову Божию если включить, то все суды закроются сразу. Во-первых, говорить правду, ничего кроме правды, единственное правду. А это не получается. Ну, слышали, как судился Багбар этот, помещик со своим крестьянином. Поль отнял его. Ну, а крестьянин видит, что все, ну, как он газету еще, не газету, а тряпку показывает судье, маленько пойдет судья, а судья уже на ту сторону. Судья думает, мало ли еще. они пашут, что-то бывает, и золото находят. И сразу по-другому и говорит, вернуть назад, который землю забрал. Только кончено, судья-то подходит, говорит, ну, показывай еще, он показывает булыжник. Я решил, если ты ему землю присвоишь, я башку проломлю тебе. Судья говорит, хорошо, что я решил. Это дороже золота. Заканчиваем. Сколько там? Ну, по времени. А знаете, еще вопрос. Еще говорили в Вашингтарном. Сноска. Вопрос. Благая весть. А вот на книжечке там написано благая весть или Евангелие? Вот написано, что на Новом Завете? Благая весть. Я видел, в русском переводе написано благая весть, а у нас-то написано же Евангелие. Мы все время говорим, а благая весть это что, добрая весть? А ведь там написано Евангелие. А Евангелие означает по-гречески Ева и Гелиус. Жизнь и Свет. Жизнь Света. Евангелие от Иоанна. Христос говорит, я Свет Миру. В другом месте, я и внухуй, жизнь. До гречеса от Христи Евангелие все-таки, да, были благая весть. Так все-таки как? Вы все время делаете слов, что вот благая-благая весть, а на самом деле это о Христе, жизни, Свет, о Христе речь. Вот расширить, расширить, а для меня надо зациклить слово просто добрая весть. Это не просто добрая весть. Так, сейчас закончим, помолимся. Гости наши идут домой, а мы останемся. Деревенские все останетесь, попросили остаться. Победа и Бога. Победа и Бога. Победа и Бога. Бога Слово Родшую, Сущую, Богородицу Тебя величай. Брат Игорь, помолись, поблагодарить Богу огромное. Господи Боже наш, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этом месте, чтобы мы слышали Слово Святое Твое. Положи нам на сердце, как нам поступать в этой жизни. Спаси нас, Господи, благодатью Твоей Дух Святой доведет нас в землю правды и истины на небо. Тебе слава, честь и поклонение истинному Христу Богу нашему. Ага, веки, а веки. Так, деревянцы всем остаются, которые говорят, а втамины и гости, которые говорят.